В Махачкале прошла 13-я сессия Народного собрания Республики Дагестан 6-го созыва. На рассмотрение депутатов были вынесены порядка 30 вопросов. Какие законы принимали парламентарии, на этот раз расскажет Атика Магомедова. Работа сессии началась традиционно. Гимн России, Дагестана, утверждение повестки дня, выступление представителей фракции и тут самая неожиданная – критика. С первых минут спикер парламента Хизриших Саидов предупредил депутатов, чтобы оставались до конца работы сессии и отвечали на злободневные вопросы. К министру здравоохранения, культуры, образования. Вас не было на сентябрьской сессии во второй половине. Мы работаем, это наша работа, мы за это получаем заработку укладу. Поэтому надо здесь находиться. О результатах проверки опроса пациентов в больнице Ногайского района парламентариям отчитался временно исполняющий обязанности вице-премьера, министр экономики Райудин Юсуфов, ездивший туда с внушительной делегацией. Выяснилось, что там вообще нет лекарств. 167 миллионов рублей предусмотрены на оказание услуг по текущему году. Из них большая часть уже поступила. Ну и конечно главный врач, он уже ушел по факту отсутствия лекарственных средств и многих других хищений. Это возбуждено уголовное дело. Отсутствие лекарств и хищение средств выделенных больниц не единственная проблема в Ногайском районе. Другая проблема – 60 тысяч гектаров земли, которые пользуются хозяйством из горных районов, за аренду и использование этих земель муниципальный бюджет не получает ни копейки. Эта территория, Ногайская, как и другие территории, от использования указанных земель не имеет практически ничего. Кроме нагрузки на саму территорию и на все другие вопросы, в том числе здравоохранения, образования, здравоохранения, коммунальные услуги и так далее. Действительно, правительство несколько вариантов разрабатывается по возмещению расходов, в том числе от аренды. Вот что вы понимали, если бы за эти земли все хостово-производители не платили бы земельный налог, то весь земельный налог 100% оставался бы на этой территории. Он поступал бы в бюджет муниципальных образований, территорий. В рамках правительственного часа выступил в ремень исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Дагестана Киримхан Аббасов. Доклад министра вызвал много вопросов у депутатов. Парламентарицы сомневались по рогам или по головам считают дагестанских овец. Мы 100% гарантию, министр гос, по данным, которые получают от личных подсобных хозяйств, гарантируют не сможем. Потому что за этот господь беременность и сельские советы, главы районов, мы сможем гарантировать те хозяйственные производители, которые от нас получают государственные субсидии. Аббасов в ходе выступления также отметил многочисленные успехи своего ведомства в сфере АПК. Для достижения еще больших успехов он попросил включить в бюджет 100 миллионов рублей для субсидирования лизинга сельхозтехники, потому что изношенность технопарка, по его словам, составляет 50%. Комментируя доклад об итогах реализации приоритетного проекта, в Рио председатель правительства республики Адбусамат Гамидов отметил, что нередко возникают вопросы о численности мелкорогатого скота в республике. В рамках сессии депутаты рассмотрели ряд и других вопросов. Назначение мировых судей, регулирование лесных отношений на территории республики Дагестан, увековечение памяти выдающихся деятелей и заслуженных лиц, а также исторических событий и памятных дат в республике Дагестан и другие вопросы. Адикат Макомедова, Гилач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала.